Житель Новой Зеландии отыскал на пляже бутылку с посланием, датированным мартом 1936 года. Джефф Флуд нашел послание в ноябре 2012 года, а затем в течение двух месяцев пытался выйти на связь с автором письма, в котором нашедшего просили переслать его по указанному адресу. В процессе небольшого расследования, проведенного Флудом, выяснилось, что автор послания бутылки Герберт Эрнест Хилбрик отправил письмо с борта почтового судна, курсировшего между Австралией и Новой Зеландией. Сам Хилбрик скончался еще в 1940-х годах, но Флуду удалось отыскать внука автора письма Питера Хилбрика. В американском штате Флорида началось соревнование по отлову темных тигровых питонов. Зарегистрироваться в качестве участника соревнования мог любой желающий. За звание лучшего охотника на питонов решили побороться 777 человек. Несмотря на большое количество участников, удалось отловить только 21 змею. Пойманные особи были убиты. Конкурс продлится до 10 февраля. Человек, отловивший наибольшее количество тигровых питонов, получит чек на полторы тысячи долларов. По всей Европе в 2013 году отметят День мороженого. Учредить этот праздник было решено на Международном салоне мороженого, кондитерских изделий и домашней выпечки «Сиге», который проходит в итальянском Риме. Праздник мороженого состоится 24 марта. В торжественный день в кафе будут продавать различные сорта мороженого, в том числе созданный специально к празднику. Новый вид холодного угощения получил название «Фантазия Европы». В состав мороженого включены шоколадная крошка и миндальная пралине. Одна порция обойдется в 1 евро. В Одессе мужчина попытался проехать в трамвае с ослом. Инцидент с Копытным произошел на конечной остановке в Лузановке. По имеющимся сведениям, Одессит попытался провести своего питомца в трамвай, следовавший по маршруту номер один, через среднюю дверь. Сколько пассажиров в тот момент находилось в транспортном средстве, не уточняется. Известно, что появлению в трамвае ослика воспрепятствовал вагон оважатый. Он попросил владельца животного не заходить со своим любимцем в трамвай. Сотрудницы клиники в Зимбабве отказались возвращаться на работу из-за того, что испугались гоблинов, которые якобы нападали на них. Инцидент с мистическими существами в медицинском учреждении произошел еще в конце 2012 года, и местные жители утверждают, что сейчас клиника свободна. По словам местного жителя Мхелетти Мойо, в клинике была произведена зачистка от гоблинов. Мы хотели бы доказать это самим медсестрам, но они не хотят идти, потому что боятся, что снова подвергнутся нападению. В настоящее время медицинское учреждение, закрывавшееся из-за ухода персонала в ноябре 2012 года, все еще не работает. Моя подчеркнул, что для возобновления работы клиники необходимы специалисты, которые согласились бы трудиться в помещениях, где раньше замечали гоблинов.